Здесь, сюда. И делаем экспедицию. Тут тоже экспедицию. А вот тут, а вот тут мы будем наш квестик выполнять. Еще экспедиция, кругом экспедиция. Больше экспедиции. Так, за 1к. Да, за 1к. Не, а там еще игра оригинальная, чуть ли не за 2к. Теперь, да, если не слазить с Ютубом, можно смотреть. Но на Ютубе качество хуже, потому что с GoodGamer и стрим в полном качестве не идет на 1080p. Вот это беда. Меня немножко как бы расстраивает. Но что поделаешь. Так, после роста, через 2 хода, я все-таки переключусь на производство. Буду производить юнита военного. Потому что нам нужна хоть какая-то военная мощь. Так. Теперь осталось последнюю штуку, вот эту вот, исследовать. Здесь ферма. Экологии исследуются. Остался один ход до 8-го экспедиции. Популяции. Ресерч по синергетике у нас. Несколько очков исследования в сторону синергетики получили мы. Ну ладно. Энергию получили. Тоже неплохо. Рост популяции сразу и в Бобруйске, и здесь. Ну да, в Бобруйске, я думаю, можно вот эту клетку залучить. Потому что мы ее скоро окучим. Из нее сделаем ферму. Здесь куда у нас пошел житель. Да, давай-ка ты немножко поработаешь, и мы переключимся с Ростом на крузер. Один с ходов. Все равно один с ходов, как ни странно. Сколько тут не растили. Ей жутко бесит, говорит Энигмус. Хочет взять... Хочется взять и ушатать. Так ты бери, ушатывай. Че ты ждешь? Союзник втягивает тебя в войну. К правой же великолепный близкрик. Стираешь супостаты с лица земли. Половину захваченных городов почти даром отдаешь этому союзнику. А эта падла делает тебе выговор перед международным сообществом за агрессивность. Это был хитрый план, чтобы дискредитировать тебя и заставить просто страдать. Так, а можем на производство переключиться? Давайте ресет сделаем. И на производство 22. Это нам срежет? Нет, нам ничего не срежет. Че-то как-то у меня такое чувство, что не производство, не... А, это, видимо, из-за апгрейда он дорого стоит. Я же апгрейднул крузеры. Они теперь дорогие, зараза. Видимо, из-за того, что я апгрейд запилил. Теперь у меня много денег это требует. Мадам не унимается. Она все еще хочет две науки своей, но я так не думаю. Давай-ка ты, до свидания. Новый мастер Реона предвкушаешь. Ну, мне не очень нравится стиль визуальный, но в целом, надеюсь, хорошо будет с геймплеем, точки зрения, сделано. Надеюсь, хорошо сделают. Строят тут города, понимаешь, всякие. Да, нам нужно построить будет третий город где-то здесь. Прокачать военных юнитов на убийстве пришельцев. Ну, не пришельцев, чужих-чужих. Потом, возможно, здесь еще один город построить. Смотри, два фероксайта. Если куда-то сюда воткнуть, например. Раз, два, три. Раз, два, три. Жаль, конечно, Алгеи вот эту не захватываем. Не захватываем кораллы. Но захватить сразу все можно ли? Раз, два, три. Нет. Можно ли только... Можно только вот так, чтобы дополнительно здесь прямо построить, вот на этом лесе, прямо на участке леса построить город, над которым будет не единственном клочке суши стоять. С другой стороны, смотрите, Флотстоун есть здесь. Но это уже отдельный город, куда-то сюда нужно втыкать. Вот это неплохое место, в принципе. Смотрите, Флотстоун есть. Есть Зеномасса. Ну, тут вот еще даже не совсем разведано до конца. Титаниум есть. Вот сюда, например, воткнуть. Или даже сюда. Вот. Вот сюда, например, город. Ну, естественно, можно начать вот отсюда, от Флотстоуна, или прямо, скажем, от еды, где еды больше, и плавать им немножко. Будешь делать стоимость на The Witcher 3 Wild Hunt? Стоимость делать? Нет, стоимость я не умею делать. Кстати, по пути гармонии можно научиться быстро хиляться на клетках с миазмой. Да, я знаю. И окружать город ею. Да, весело. Но это гармония, скорее, защитная технология, на то, чтобы какой-нибудь культурной победой, блин, научной. То есть, на ГГ 60 фпс нету. На ГГ, на ГГ должно быть 60 фпс. Обязательно должно быть. Так, кстати говоря... Кстати говоря... Давайте сделаем... Тридвесель за 5 ходов, наверное. Отложим крузер. Нет, крузер. Я хотел просто сделать караван вот в этот город. Это, наверное, будет важнее даже. Что еще мы здесь можем окучить? Ну, тут, по сути, все клетки уже улучшены. А следующее будет только через 3 хода. В общем, на 3 хода мы ждем пока. Экспедиция 60 продукции дает нам артефакт новый. О! Теперь можем мы вот эти 3 артефакта объединить. Что получить? Pan Special Observatory. Социальное строение, которое плюс 100% к производству орбитальных юнитов. И плюс 2 радиус орбитального удара. Ну, не такая уж крутая штука. Что-то я не чувствую, что я в орбитальные юниты прям попрусь. Экологию исследовали. Можем очищать миазму. Можем, самое главное, вивариум построить. Desert Terrain. У нас, к сожалению, Desert Terrain нету. Но... Две пищи пригодятся. У нас везде здесь... Forest Plains, Plains Hills. Вот, Desert. Где-то здесь есть. Вот как вы можете визуально отличить пустыню от тундры и от полей? Вот равнин. Как на этой карте это отличить? От предправильной? Никак. Вот, посмотрите. Вот я вот поближе. Приближе. Вот это у нас Grassland. А вот это у нас пустыня. Ну, то есть вот это поля, а это пустыня. Вот это поля с холмом. Это пустыня с холмом. Где здесь холм? Не всегда очевидно. А вообще тут лес есть. Вы думаете, это заметный лес, вот когда чуть-чуть отдалил? Да не вообще нифига не видно. Жесть. Странно, мне видюха 1080p 60fps не поддерживает, говорит HNS. На ютюбе видно скачками. И тут с переименовым качеством все гладко шло. Хм. Костриль, говорит, делай роботов. Роботов обязательно не раз сделаем. Так, производство получили. У нас теперь, видите, 4 хода осталось до этого крузера. О, экспедиция дала нам рост популяции Челябинска на 1. Так, Челябинск. Вот. Собственно. Блочим вот этот вот тайл. Нет, все равно 4 хода. 46 ходов рост. 44 хода рост. Шикарно. Вообще что-то хорошее еще у нас тут есть. У нас хороших тайлов-то нет вообще. Давайте посмотрим из ресурсов. Раз, два. Да, фрукты-то хорошо, безусловно. Остальное что-то меня не впечатляет. Раз, два, три. До сюда не дотягиваемся. Здесь. Раз, два, три. Ну, у нас вообще, по сути, довольно такая местность. Ну, фиговая вокруг. Может, игра для дальтоников или разрабы дальтоники или садисты. Разрабы? Не знаю вообще, чем думали. Мы изучили экологию. Давайте теперь генетику изучать. Потому что у нас, сколько? Пять уже. Пять не здоровья. Минус 10 ростом. Пять до реликта. Окей. Девять до следующего жителя. Дофига я больше. Теперь на верхнюю поедем. Вот эту вот экспедицию. Специально залез наверх, чтобы теперь можно было спуститься следующим ходом. Ну, как-то, чтобы побольше разведать. И выполняем квест, который заключается в том, что нам нужно гидрокораловые мозги исследовать. Окружение гидрокоралов стало заметным. То есть, что вокруг находится, теперь стало видимым. И наши граждане могут обрабатывать клетки с гидрокоралами. Ну, и что это значит? То есть, можно клетку с гидрокоралом просто с обычным обрабатывать? Такой профит просто. Такой профит. А, все клетки с гидрокоралами на карте стали видны. Да единый. Вон оно что. А что за новый синенький ресурс, которого плюс 10 прибывает? Синенький ресурс плюс 10. Это где вообще? Синенький ресурс плюс 10. А, вот этот ресурс, это дипломатия. Очки дипломатии. Ну, скажем так, не самая плохая задумка. Мне довольно нравится. Но за счет этого они порезали всю остальную дипломатию. Да, конечно, неплохо. Только теперь я не могу найти места, где раскопки нужно делать. Вы понимаете, в чем проблема? Когда у нас в темноте виднеется маленькая точка, я могу знать, что здесь раскопки. А когда я просто вижу кучу значков, то как их отрефильтровать? Ресурс-айкон-экспедишн-сайдс. А, так вот так, да? То есть можем ресурс-айконс временно отключить. Хекс-грид тоже, кстати. А эл-дайконс тоже отключим. Экспедишн-сайдс. Ну ладно, ладно. А есть какой-то ход-кей на это? Наверное, нет. А что еще тут кардинально нового? Кардинально нового, а это города морские. Кардинально нового... Я бы не назвал четыре новых расы особо кардинально новыми. Что там с культурой? Семь ходов. Так. Пропуск. Поехали, следующий ход. Ресурс-пот. Эм. А вот я не заметил, что на этой клетке лес. Что-то я чувствую, что эксплорера убьют моего. Там гнезда-то нет какого-то... Гнезда никакого нет рядом. Вроде нет. Надеюсь, не убьют. Один ход, да. Один ход дорос там. И потом нужно новую ферму строить. Вот скоро у нас будет достаточно много ферм. И можно будет, знаете, на что переключиться. Можно будет переключиться на такую штуку, где я ее видел. Да, вот на биохимию. С вот рефареной. Очень неплохая вещь. Клобус очки новая. Ага. Здорово, Бертуча. Где, говорит, ты так долго пропадал? Ну, вроде не сильно долго. Да не, охреновая задумка, говорит, Энигмус. Без аддона там были вполне логичные обязательства. Одной стороны перед другой. А здесь какие-то левые универсальные не поймут, откуда взявшиеся. В общем, универсальный дипломатический инструмент энергокредиты. Города не сразу строятся? Да, города не сразу строятся. Подводные города? Нет, надводные. Как бы подводных не завезли. Что, у нас три хода до того, как будет готов этот наш деструйер. Агремент? Коммерциал лобби? Угу. Да-да-да. Ммм, Solar Collector. И артефакт. Вообще шикарно. Сюда пойдем или сюда? Да, я думаю, сюда. Так, мы закончили строительство. Что у нас с ростом? У нас, к сожалению, культуры нету. Пойду как раз и строю тот самый LDF Relic. Я, наверное, куплю вот этот тайл. Деньги у нас есть. 65 энергии тратим. И сразу же его использовать будем. Здесь... Что у нас? Убираем вот этот тайл. И на этот перевозим. Тут плюс одна энергия. Но после постройки здесь плантации, да, у нас плюс две еды будет. Значит, я долго пропадал, говорит Бертуч. Так, тадам. А в Дайс? Спасибо. Так, Элли Нест у нас где? Элли Нест. А мы где-то рядом находимся. А, нет. Ты зачем вообще открыт был? Ладно. Слово коллектора. Ready to launch. У нас еще один работает. Так. Покрывает вот эту местность. Перекрывать друг друга они не могут. Это раз. Вообще. Так что временно его усыпим, пока тот не закончится. А у того, сколько у нас жизни... Но он уже половину своей жизни где-то прошел. 32 из 36 у него заполнено очков его... Не знаю, очков весенней на орбите, наверное, так назовем это. Недавно наткнулся на канал, говорит Стефан Скляров. Отличный контент и приятный голос. Спасибо тебе. А тебе не нравится Римворд? Нет, Римворд я играть что-то не хочу. Не знаю, просто не хочу. Слушайте, может еще один город построите? Войнот. Только где? У меня два варианта. Где город строить? Вот здесь вот, где Флатстоун. И вот здесь вот вообще какой-нибудь такой город. Или вот тут вот. Тут вообще места золотые. Только посмотрите, город где-то здесь, например. Конечно, на Эллен Нест все дела. Вот он, на Эллен Нест. Ну что у нас тут? Три Титаниума. Три. Давайте Эл Дайконс включим. Посмотрим, что у нас тут с пищей. Ну вообще с пищей говорят хорошо, а вот без пищи не очень. Нужно начать где-то тут, например. Потом куда-то плыть. Да не, я далеко вообще. Как защищать это потом? Тебе кораллы как бы говорят, дружи с планетой, иди в гармонию. Нет, они как бы говорят, дай с уничтожь нас. Как относишься к Дворфордерс? С хорошим отношусь, в общем, можно сказать, с любовью. Но, но не в этот раз. Не в ближайшее время. Так, может быть тут? Но тут как-то мне не нравится, что не очень много хороших ресурсов. Да, Зинамаса, Далгейл, Даффл, Стоун. Но остальное как-то... Фероксайд, вот тут, вот тут. Такой город, на самом деле, очень странный. Раз, два, три. Он не захватит часть ресурсов, которые реально были бы хороши. Можно было построить этот город, например, не знаю, вот здесь. Или вот здесь на худой конец. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, вот здесь вот на одну клетку влево, и вообще шикарное место было бы. Все равно... А, оно хотел, видимо, Титаниум захватить. Ну да, Титаниум хорош. Не слишком ли много городов для начала? Или тут количество городов не влияет на приток культуры вход? Не влияет на все, конечно. Но три города хотя бы я хочу построить. Мне нужно место для третьего города. Место для третьего города. Такое, чтобы прям вообще прям, знаете... Я вот думал на теме того, чтобы поставить город прямо сюда. Прямо вот на эту клетку. Мы захватим два фероксайта. Да, мы захватим... У нас проблема будет в том, что при старте в этом вот вокруг города будет не очень хороший рост. На самом деле. И Титаниум у нас тут не будет. И вообще... Ну, для Титаниума отдельный город нужно построить. Вот такой вариант меня устраивает, в принципе. Где-то здесь поставить еще один город. Тут, смотрите, у нас есть и Зинамаса. Зинамаса. Нет, на Зинамаса у нас в пределах нашего города этого. Вот тут есть Зинамаса. Да. Есть тут у нас Петролиум. У нас есть Флотстоун. Можно чуть ниже поставить. Вот сюда. Раз, два, три. Да, вот на эту клетку. Если с этой клетки в финале города будет на этой клетке стоять, то мы здесь вот достаточно много ресурсов получим. Или вот на этой клетке даже. Нет, вот на этой больше и за Титаниумом. Потому что лучше Титаниум, чем золото. Золото, безусловно, хорошо. Культуру дает. Но столько производства терять не хочется. Можно поставить, чтобы он блочил рост конкурента и рост в сторону ресурсов? Да все можно. Все можно. Но меня как-то пока, наверное, вот такой город устраивает больше. Вот где-то здесь, да. Плавучий город. Потом можно еще здесь поставить. И тут, и тут. Да вообще везде. Котаны. Я жадный. Интернациональный парк. Что у нас там с агрементами? Что хорошего есть вообще? Фри трейд слот на капитал. Неплохо, кстати. Мгм. Энергию мантаинность. Калчь из стратегических ресурсов. Хорошая штука. Трейдроуд популяйшн. Фрешолд. Редуэй. 30%. Ага. Капитал энергию. Ну, это все дорогие уже. У нас нету 15 вход, к сожалению. Ой, а у нас экспедишн модули кончились. Такие дела. Вот и вся экспедиция закончилась наша. Здесь один экспедишн модуль остался. Всего один. Поэтому выбираем с умом. Крашит сателлайт или Эллен скелетон. Ладно, пусть Эллен скелетон будет. Так. С умом выбирать я не умею. Вот. Next turn. Или как? Нам нужен еще один эксплор. У этого сколько модулей осталось? Два. О, как раз. Закончили экспедицию. 30 культур и получили. Получаем плюс к зданиям, к производству зданий, которые есть уже в столице. Это очень хорошая штука. Меня радует. Можно еще что-нибудь первого уровня получить. Energy and Capital мне не нужен. Production toward Wonders. Ну, Wonders строить сейчас мы чудеса не будем, наверное, в ближайшее время. У нас-то самое начало развития. Еще какой-то там ход-то 58-й. Вот. У нас остался один и единственный здесь модуль. Так. Давайте ресурсы временно выключим. Посмотрим на экспедиции. Экспедиции. Раз, два, три. Вот мы в эту экспедицию поедем, вот этим модулем. А потом нужно будет возвращаться с экспедиционными модулями, наверное, домой. Или построить еще где-то эксплореров. Ну, я думаю, все-таки вернемся. Что-то не особо торопится экспедиции делать искусственные идиоты. Даже время исчислений нет. Нету. Немного идет и на литике, говорит Дарклорд. Посреди океана огромные живые организмы с огромными трубками, устремленными к дну океана. Очевидно, что внутри этих трубок течет какая-то органика, за счет которой живет эта гадость. А просто что стоит прорубить дыру? В этой вене возможно обнаружить бесконечные запасы еды или, скажем, минералов, растворенных в воде. Так мы этим и занимались, мы исследовали их, гидрокораллы вот эти. Военные юниты вообще не нужны. Военные юниты нужны. Я вон строю один юнит, но он дорогой и жутко сейчас. Потому что у меня второй уровень пьюрити, который делает апгрейды дорогие. А у нас еще недостаточно развита для этих апгрейдов. Все. Жуки гигантские космические есть. Все есть. Тут разные бывают места. Карты разной местности бывают. Так, нам что нужно? Спай-эджинси нужно. Понятно. Джин-гардзен. Джин-гардзен построим обязательно. Рассерч-компьютинг. Компьютинг, конечно, неплохая штука, что вам скажу. Противаем. О, ветерансигайнд. Промоушены вообще никакие. Вы помните, по пятой цивилизации, возможно, какое количество различных промоушенов, классных было юнитов. И что мы имеем с делом здесь? Промоушен, дисциплина, плюс 10 силы. Окей. Все. 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 Больше ничего. Так. Давайте стерилизировать юниты вражеские. Здесь фермочку. Здесь плантация закончена. Нет, плантация вообще даже не начата. А, производство потеряем. Ну ладно. Мы зато вырубим лес, получим здесь часть производства. Рециклер можно построить. Очень хорошая штука. Еда и продукция одновременно будет. Да. Всякие клиники отложим временным. Да, рециклер нам нужен. Очень хорошая штука в данном городе. Здесь Vivarium я собирался построить. Да, Vivarium. Это, конечно, круто. Но. Еще один эксплорер. Комбо тройвер. Трейдвесель. Трейдвесель, да. Нам нужно вот здесь вот торговый путь установить. Чтобы можно было бобру искрастить. А потом мы должны будем... Когда у нас будет 10 популяций, мы получим еще один слот и сможем вот сюда отправить. Поэтому нам нужно каким-то образом на рост работать. А как работать на рост? Рост на рост. 30 ходов роста. Вообще никак. Рост не идет никуда. Change production. Vivarium, что ли, построить? Нет, трейд нормально. Один нам нужен торговый караван. В какое направление развития идете? В Пьюрите? В чистоту? Star Wars Ultimate Edition 6 кастают. Они там совсем, что ли, обталпались? Говорит Томас. Это даже не коллекционка. Season Pass. У меня пожар. Тушись, чувак, тушись. Привет, динозавр. Нел. Ааа. Да. Так. Отлично. А вот корейцы. Я буду их корейцами называть. Один модуль. Нам сюда. Здесь нужно бороться со всякими Эллен Рипперами и прочей тварием. Срочно. Станция, которая дает плюс шесть пищи. Где ж ты, дорогая? Где ж ты? Она здесь. У них есть хорошая станция. Рядом, под боком. Вы только посмотрите. У них есть станция, которая... good to see you again. Ааа, это у них от пост, типа, да? Вот. У них есть станция под боком теперь, которая пищу дает. Вообще шикарно. Так. Бобрус тем временем вырос. Пусть на ферме посидит. Пока что. Ты Рюськи или кто? Так ты, да. Рюськи, Рюськи. Как тебе перепала эта игруха? Знакомство на Торрентрекере. Ну, им я, в принципе, готов дать эту науку. Пусть себе развиваются. А я не думаю, что им это... А, нет, она, кстати, на втором месте, смотрите. Ну, ладно, будем надеяться, им не сильно поможет. В принципе, нужно было им не давать никакой науки. Так. Начинаем операцию аннигиляцию. С одного удара убираем Рипера. Шикарно. Нужно еще будет Крузеров построить. Или Дестройеры они называются. Как они там у нас назывались там? Они назывались Крузеры, да. Крузеры нужны. Экспедиция закончена. 80 продукций получили. Это хорошо. Формал А готово. Формал А под хорошо. Так, Дипломатик Трансмиссионс. Нет, а вот тебе мы это не дадим. Мы с тобой еще воевать собираемся в ближайшее время. Зачем нам поддерживать того, с кем мы собираемся воевать? Ну, может быть, не прямо сейчас, конечно. Так, здесь два экспедишн модуля есть еще. Можем сюда отправиться, в принципе. Вариант. Но это как бы в одном месте всех сосредоточить называется. Смотрим. Сюда можно отправить. Но это далеко, это гораздо дальше. Но отсюда дороги не будет больше никаким другим возможным экспедициям. Отсюда есть другая, вторая. И да, я думаю, наверное, пойдем вот так вот. Стоп, 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 стоп. А никакой ресурспод не пропустили? Вроде нет. Что мы изучили? Кстати говоря, действительно. Мы изучили генетику. Генетика это, безусловно, плюс. Это хорошо. Я биохимию хочу. Для Water Refinery. И Petrochemical Plant. Нет, у нас не очень много петроэлема. Можно в компьютер, конечно, удариться. Spy Agency построить. Нитворк довольно неплохая штука, которая дает и науку, и дипломатию. Но Мизал Ровер нам не нужен, например. Ровер Система дают чудом. То есть мы, построив, можем в городе снизить на 50% стоимость зданий и их поддержания. Геотермал Вел и Кори. У нас вообще нет ни одного. Сети Дефенс и Паноптика. Это все не нужно. Ракетная артиллерия. Это даже бесполезная в данном случае штука. Да, счастливчик. Половина игрух на шар достается. Конечно. Взял, скачал. Счастливчик просто. Каких тук свет видал. Работика, кстати, есть. AutoPlant. Очень неплохо. Фероксайд Майн. Мануфактуры. Работику за 27 ходов. Или, например, биохимию. За 18. Генетик Мэмпинг. Джин Волт дает все новые города. Начинают с бесплатным рабочим юнитом. Круто. Culture from Paddock. Импровмент. У нас пока только одно. Эллен Презерв вот это вот сразу вычеркиваем. Геофизика. Геотермальные источники открывает. Турбину, которая энергии дает. Геотермал Велл. По-моему, очень неплохо. Выглядит хорошо. Ocean Tiles. Амфибию Стрейд. Воу. Вот это вот. Да. Сейчас. Нам нужно будет... Ну, чтобы более безопасные, нужно было торговые пути отправлять. Которые шли бы, например, вот так вот. А не вот так вот обходили. Которые бы по земле могли идти. И здесь, чтобы нужно было не вот выпускать вот так вот как-то. А прямо в город. Как она тебе относительно оригинальной пятой Цивы? Дерьмо полное вообще. Без вопросов. Пятая Цива на голову лучше. Но с другой стороны, Цива настолько хороша, что даже ее испортие все равно остается... Ну, остается круто. Так. Ну, у нас что произведено-то у нас там? Трэд Весель. Вивариум за один ход можем сделать. Хорошая штука. Формалаб. Шесть. О, культуру начинаем терять уже. Я бы формалаб построил, но пока Вивариум. Ну, ресурс-подик. Это меня радует. Так. Еще, ребята. Давайте всех убиваем к черту. Торговый пункт. У нас три варианта. Можно, конечно, в город отправить. Но... Тут науку дает, энергию. Ну, а им больше дает. Можем отправить шесть производства в город Бобруйск. Шесть производства в Бобруйск и одну еду. Ну, это вообще шикарно. Это я беру. Я уже думал, что у меня просто жаба душит за 1-2К, говорит Санчелло. Не, оно того не стоит просто. Альфа-Нцентарова норм была. Наверное, надо поиграть мне. Все говорят, норм, норм. Я вот не играл и что-то чувствую, что что-то упустил. Планета влажная, холодная печь. Надо чем-то добить, говорит Мендоса. Да, надо, надо. Надо на рост переключить будет, чтобы еще один трейд-роуд сделать. Экспедиция закончилась. И у нас бесплатный уровень в Афинити. Давайте бьюрити возьмем еще немножко. Еще немножко апгрейдов в итоге. Комбат ровера, субмарина. Комбат ровер не особо важен. Фланкин, атака, фортифайд юнит. Ну, это, кстати, довольно сложный выбор. Фортифайд юнит или фланкин. Наверное, это когда фланкин. Потому что он все-таки такой мобильный, ему фланкать легко. И субмарина. Into Ocean Tiles. Да, атака именно в океанские тайлы. Хорошо. А что такое, откуда? Рипер? Нам рипера дали? О, нам дали морского юнита. Прикольно. Это где вообще? Почему здесь? Out of Moose. Привет, не сахар. Choose production. Formalab, да. Так-то, так-то Formalab однозначно. В принципе, нам еще энергия пригодится. Но мы ее пока особо не тратим никуда. Почем, кстати, крукзеры? Ну, ладно. Сейчас мы строим Formalab здесь. Потом мы, наверное, даже отрастем город до десяти. До десятки. И с десяткой мы можем уже делать еще один трейдроуд. Как раз у нас здесь смотришь. Пришельцы-то дохнут. Будет защита от пришельцев. Я, наверное, гнездо пришельцев трогать прямо сейчас не буду. Почему? Потому что опасно это дело. Откуда мы идем? Мы идем вот так вот. Здесь два expedition модуля. Мы решили отправить сюда. Не к одному ли мы месту идем? Ну, в принципе, тут много достаточно в этом районе всего. Ну, в принципе, тут много. Этого на разведку, червячка. А этого домой. Модли не осталось. О, ему нравится, что у нас сильные, большие юниты. Специально для тебя стараемся. Чтобы тебя впечатлить. Давайте ресурс-под сначала возьмем. 20 науки. Ну, отлично. Так. Куда мы тут можем отправиться? Давайте на Плео пойдем. А если мы его атакуем? Я вот не помню, что будет. Будут ли они на нас жлиться? Все реликты. Приложное сохранение. Или реликты имеют одну культуру. Лучше культура. Реликты как типа монумента. И монумент как раз и строят для того, чтобы он давал культуру. Именно для этого. Юнит был убил. Где? О! Эксплорера убили! Нет! Да ладно. Серьезно. У нас убили эксплорера. Злобные эллинцы. Ненавижу их вообще. Давайте мочить их за это. Гидрокорал пропал. Я убить хотел. Куда делся? Свалил просто. Можно, конечно, разорить гнездо. Но от этого эллины временно станут достаточно злобными. Я лучше просто здесь вот побуду где-то. Поезжу вправо-влево. Постараюсь как-то просто охранять эту местность. А сами сейчас караван какой-нибудь взмутим. У нас сейчас формалаб будет готов. Хорошо. Кстати, когда у нас там рост? Рост границ через 11 ходов. Мало культуры реально. Что-то с культурой делать надо. Можешь, конечно, social development врубить. Но это, по-моему, не очень. Славянский союз крайне оригинален. Но да, у них ресурсы даются в качестве бонуса. По-моему, такой трешовый бонус вообще. Так. Здесь у нас найден был ресурс пот. Надо не забыть про него. Потому что часто бывает такая штука, что ты вроде видишь ресурс пот. Но толку-то. Илда иконс, наверное, мы выключим пока. Ресурс с аэкономлюющим. Ресурс с аэкономлюющим. Хм. Что здесь можно построить? Самое лучшее, наверное, купить вот этот Allgale будет. Но это два раза нужно покупать. Сколько у нас там? 496? Или 486? Да, 486 у нас энергетический уровень. Анимация будет отключил или нет? Я ее отключил, конечно. Потому что нафиг она нужна. Вот. Не здесь за 60. Тут есть юнит. А сами туда отправимся. Рассказка городов цвет краба. Ну а там. Так, вижу. Ресурс пот. Хочу ресурс пот. Можно, конечно, помочь с теми пришельцами их убить. Но я думаю, это не страшно. Один пришелец рабочего-то не убьет, скорее всего. А вот дайс, говорит Александр Режниченко. Привет тебе. Когда закончишь пиларство? Афиг знает. Давайте на алерт поставим. Эксплорер. Прекрасно. Технологии изучили. Теперь у нас закрытая ветка Habitation. И можно переключиться на что-то более продвинутое, наверное. Наверное, на компьютинг. Потому что нитворк хорошая штука. Спай айджинси можно построить. Нам поможет в росте. Да, компьютинг пора уже изучать. И здесь у нас можно четырьмя вот этими пренебречь. Можно поставить временно все на рост. За семь ходов вырастим. Делаем ресет. Рост. Рост за семь ходов. Да? Да. Если ресет за восемь. Давайте на рост временно поставим все. Нам нужно быстренько вырасти. Новый караван пустить. Кем ты работаешь? Работаю программистом. Работаю преподавателем. Так. Трансмишн. Production Cost for Battle Units. Да. Без проблем вообще. Надо, кстати, что-то сделать со своими трейтами. Либо агримент какой-нибудь заиметь. Мы можем заиметь агримент какой-нибудь. Вот, например. Free Trade Road Slot. New Capital Violet Contains and Trade Depot. Больше трейдроутов. И нам не нужно тогда сейчас будет на рост переключаться. Такая вот история. Culture from Strategic Resources. Конечно, тоже неплохо смотрится. Давайте так с Heaven возьмем. У нас с ними отношения нормальные, в принципе. Можно получить два-трейдроута, если поднимем наши отношения. Заключили мы это соглашение. Давайте теперь попробуем Change Relationship посмотреть. Копирейтив требует шестерочки у нас в отношениях. К сожалению, стать более с ним дружелюбным мы не можем пока. Ну да ладно. С другой стороны, у нас есть собственные персональные трейты. И мы можем добавить сюда чего-нибудь. Food Yield Increased. То есть рост можем повысить. Что это даст. Такой прикольный агримент. Позволяет производить колонистов за 200 дороже. Но города муниментально основываются. То есть никаких аутпостов не будет. Вот мы можем предложить им покупать у нас вот такое вот соглашение. А сами будем иметь дерево перков, которые будут еду повышать. Можно с другой стороны культурку взять. City Production тоже неплохо. Health фигня полная. Global Health запомните, это полный трэш. Больше караванов. Что, заплатить если можно? Все любят бабло? Все любят бабло. Science Yield. Тоже неплохо. Energy Yield, ну так себе. Защитные нам не нужны. Трейдеровцы более профитные. Тоже как-то обойдемся. Со шпионажем вообще забейте. То есть самое лучшее это что? Это вот еда, производство, культура, наука. Самый главный вопрос решить, что из этого действительно круче. Мне кажется, еда, рост, он всегда лучше. Потому что он позволяет окучивать новые тайлы. Получать больше и производства, и науки. За счет нашей популяции. И, соответственно, с культурой тут как бы не с рост. С культурой не выходит. То есть, по сути, между едой и культурой выбор. Вот сколько у нас культуры и сколько у нас еды, например. Давайте посмотрим численным. Численным у нас... Свечи у меня тут плюс 8 культуры. Плюс 8. Мало, 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 мало. Еды плюс 1127. Я здесь 4,6. Киню уже ракету в кого-нибудь. Ракету киню обязательно. И не раз говорю вам. Так, change production, reset. Да нормально, по-моему. С роста переключаемся на трейдвесель. Без еды особо не до культуры, говорит, не сахера. Так-то да. Давайте еду возьмем. Реально. Хочу еду. Что-то жрать захотелось после этого.